батарейки это хит химический источник тока или же элемент питания в этом видео расскажем почему несмотря на серьезную аккумуляторную конкуренцию батарейки до сих пор с нами как их правильно выбирать что можно понять из маркировки стоит ли ориентироваться на цену при выборе так много вопросов хотя казалось бы обычная батарейка одноразовый не перезаряжаемый элемент питания эта батарейка раньше были популярны емкие батарейки типа d и c но сейчас их редко используют там где нужна хорошая емкость ставят аккумуляторы они компактнее есть еще целый класс часовых батареек их из-за размеров называют пуговицами эти аккумулятором ни за что не уступят слишком уж маленькие есть еще таблетки тонкие широкие литиевые батарейки дают 3 вольта вместо полутора и они тоже не уступят аккумулятором слишком уж маленькие а вот в классе 2 и 3 а не все так просто у мизинчиков их и пальчиковых батареек есть аккумуляторные альтернативы но батарейки аккумулятором не проиграют и вот почему у батарейки номинальное напряжение полтора вольта разряжаются они при малых токах примерно одинаково уверенное падение напряжения от начального до значения 1413 выравнивание медленное снижение примерно до одного вольта а дальше падение усиливается с уходом штопор примерно на отметке 0 8 вольт у обычных аккумуляторов на основе никеля номинал указан 1 и 2 вольта и это не совсем правда разряжаться они начинают примерно от уровня 14 или чуть выше стабилизируется на 13 довольно медленно снижаются до отметки 12 оттуда через некоторое время срываются в штопор относительно свежая разработка аккумуляторы с контроллером заряжаются от usb по проводу через разъем прямо на аккумуляторе тут есть два варианта обычный никелевый аккумулятор с номиналом 1 и 2 вольта это то же самое что и предыдущие аккумуляторы просто не нужно отдельное зарядное устройство контроллер заряда встроен в корпус поэтому для самого аккумулятора место остается меньше емкость тоже меньше ну а кривая разряда точно такая же другое дело литий-полимерный аккумулятор опознаются по маркировке ли пол а не никель и номинальному напряжению в полтора вольта они 1 и 2 и самое главное что здесь аккумулятор отдает заряд не напрямую выходное напряжение тоже регулирует контроллер в результате стабильное напряжение 14 без снижений держится до последнего но как только аккумулятор разряжается уход защиту резкий ноль без предупреждений батарейки хороши своей предсказуемостью разряда и способностью работать на напряжениях ниже вольта никелевые аккумуляторы могут отличаться большей емкостью но сдаются на отметке 1 и 2 вольта литиевые аккумуляторы с контроллером выдают стабильное напряжение которое может неожиданно пропасть допустим выбор за батарейками но их много казалось бы одинаковое номинальное напряжение и стандартные размеры но есть просто батарейки и ультра супер дупер и есть известные производители и не очень в чем разница и как выбирать большинство батареек щелочные или же алкалиновые это калька с английского alkaline то есть челочь помимо очевидных надписей типа alkaline обращайте внимание на маркировку lr03 в мизинчиках и lr6 в пальчиках бывают еще столевые батарейки самые бюджетные источники тока не рассчитанные на серьезную нагрузку отличаются маркировкой r03 и r6 соответственно щелочная батарейка 2а должна весить 22 24 грамма а 3а 11 12 грамм солевые ощутимо легче 13 17 и 7 9 грамм соответственно яркий признак солевых батареек помимо веса рельефный минусовой контакт у щелочных он плоский то есть вот такая батарейка вроде alkaline и с правильной маркировкой но рельефным контактом должна насторожить также у солевых батареек повышенное начальное напряжение почти 1 и 7 вольт солевые батарейки подходят разве что в пульты часы и термометры морозов не переносит вообще дай работают недолго так что финансовая выгода под вопросом менять солевые элементы придется чаще щелочными не легче хорошо если есть результаты лабораторных замеров при разной нагрузке или сравнительные обзоры и тесты от энтузиастов так можно примерно понять как долго проработает элемент питания при различных вариантах использования ведь прямого ответа на вопрос какие батарейки лучше не существует все зависит от задач для моторизированных игрушек тонометров с компрессором фото вспышек и других прожорливых устройств потребуется элементы питания с хорошей отдачей тока вот только и саморазряд при высоких токах у щелочных батареек обычно выше а итоговая емкость снижается поэтому ищите варианты где емкость именно при высоких нагрузках меньше страдает для таких устройств казалось бы нужны батарейки типа ультра пауэр хэви дьюти и прочий супер дупер и действительно есть батарейки тяжеловесы которые лучше раскрываются именно при высоких нагрузках брать такие в обычный пульт дистанционного управления перебор на малых токах разница в емкости будет не так существенно как стоимость тяжеловеса бывает и так что сравнительных тестах лучшие результаты нередко показывают не самые дорогие и не самые именитые участники но в тестах важен ток разряда и напряжение до которого происходит разряд умело манипулируя этими переменами можно действительно создать лучшее впечатление для какой-либо батарейки на малых токах и при разрядке в полный ноль недорогие батарейки показывают себя не так уж и плохо в пульте или часах они будут работать до последнего но в магазине что делать проверяем маркировку щелочные батарейки это lr солевые р у солевых рельефный отрезательный контакт срок годности указан на упаковке или на самой батарейки после этого срока батарейка может не работать так как нужно если батареек нужно много есть супер упаковки на 20 40 штук и даже больше получится выгоднее чем блистеры на 24 батарейки строго фиксировать размер батарейки попросту не позволяет производителям увеличивать емкость до бесконечности супер мощные экземпляры это те же батарейки которые меньше подвержены саморазряду при больших токах если цена слишком привлекательная проверьте возможно это солевые источники тока ну и по возможности изучайте сравнения и тесты лучшие батарейки находится только опытным путем в каждом конкретном случае пока и что